Уже более 300 лет Китай является соседом России. Большую часть этого времени отношения между нашими странами были теплыми или нейтральными. 300 лет срок довольно большой, поэтому конфликты и войны между соседями практически неизбежны. Далее мы поговорим про вторую русско-китайскую войну, которая больше известна как битва за КВЖД. Немного предыстории. Общая граница между Китаем и Россией впервые была закреплена Нерчинским договором летом 1689 года. По условиям этого договора русскому царству пришлось вернуть большую часть захваченных в империю Цин территорий, а именно Левобережье Амура. К Нерчинскому договору предшествовал вооруженный конфликт между империей Цин и Румским царством, который по факту являлся первой русско-китайской войной. Весной 1858 года Российская империя воспользовалась тем, что империя Цин была ослаблена опиумными войнами и настояла на подписании Игунского договора, который предполагал передачу Российской империи Левобережье Амура. Осенью 1860 года между Российской империей и империей Цин был подписан Пекинский договор, по которому Россия получала территории современного Уссурийского края. Весной 1896 года между Китаем и Российской империей был подписан договор о союзе против Японии. В рамках этого договора было предусмотрено строительство Китайской Восточной железной дороги, которая должна была стать продолжением Транссибирской магистрали. Строительством железной дороги занимался тогдашний министр финансов Российской империи Витте. Железная дорога была сдана в эксплуатацию летом 1903 года. Для охраны КВЖД была создана специальная охранная стража, которая впоследствии была преобразована в Зоамурский округ корпуса пограничной стражи Российской империи. В 1912 году мать малолетнего китайского императора издает эдикт об отречении ее сына от престола. В итоге империя Цин прекращает свое существование и ее место занимает Китайская республика. В 1917 году Российская империя по итогам двух революций также прекращает свое существование. В этом же году Харбинский совет солдатских и рабочих депутатов объявил себя единственным органом власти на КВЖД. Отстраненный управляющий железной дороги Хорватов обращается за помощью к властям Китайской республики, войска которой занимают Харбин и распускают местный совет солдатских и рабочих депутатов. Спустя три года, весной 1920 года, китайские войска занимают штаб русского главнокомандующего Харбини и полностью оккупируют полосу отчуждения Китайской восточной железной дороги. Весной 1924 года Китайская республика и СССР налаживают дипломатические отношения и подписывают договор, по условиям которого управление КВЖД передается Советскому Союзу. Летом 1928 года лидер партии Гаминьдан Чан Кайше объединяет под своей властью практически всю территорию Китая. Его власть также признает Чан Суэлян, войска которого по факту контролировали Маньчжурию. Новый лидер Китайской республики был настроен по отношению к СССР враждебно, что в итоге и стало основной причиной конфликта на КВЖД. Сам конфликт начался в декабре 1928 года, когда маньчжурские власти стали предпринимать попытки по захвату КВЖД. К этому моменту армия фактического правителя Маньчжурия насчитывала 300 тысяч штыков. Советская группировка в зоне будущего конфликта была небольшой и состояла из 16,5 тысяч человек, но при этом обладала более высоким уровнем подготовки, а также была лучше вооружена. В конце декабря 1928 года китайцы захватывают телефонную станцию КВЖД, а также спускают в флаг китайской восточной железной дороги и заменяют его на знамя Гоминьдана. Весной следующего года китайские власти занимают Советское Генеральное Консульство в Харбине. В это же время они арестовывают более 2000 рабочих и служащих железной дороги, которые являлись советскими гражданами. В ответ на эти действия Советский Союз вручает китайскому послу ноту протеста, с требованием немедленно освободить всех арестованных. На следующий день часть китайских дипломатов покидает советскую столицу. В это же время китайцы начинают стягивать войска к советской границе. СССР отправляет китайскому правительству вторую ноту протеста, содержащую требование прекратить противоправные действия и освободить всех арестованных. Советское правительство выражало готовность решить конфликт мирно, но в случае несогласия китайской стороны предупреждало о серьезных последствиях. В ответ на ноту протеста китайская сторона заявила, что ее действия направлены на поддержание порядка в северных провинциях. Китайская правительство выразило согласие освободить задержанных работников КВЖД, но лишь после того, как СССР отпустит всех задержанных по политическим мотивам китайских граждан. 17 июля СССР отзывает с китайской территории своих дипломатических и торговых представителей и высылает с советской территории всех китайских официальных лиц, что по факту являлось разрывом дипломатических отношений. Несколько последующих недель советские войска проводят маневры поблизости от границ, так как в ходе маневров советских войск используются мощные прожекторы и аэропланы, а также проводились артиллерийские учения. Они вызвали панику у китайского населения, проживавшего на приграничной территории, которые приняли учения за начало советского вторжения. Советские учения произвели на китайцев нужное впечатление, и 22 июня поверенный по иностранным делам в Харбине обратился к советскому консулу с предложением заключить соглашение, согласно которому все арестованные ранее советские граждане будут освобождены, а конфликт разрешен при помощи переговоров. Стороны могли бы мирно урегулировать конфликт, если бы не немецкие военные советники, которые убедили китайцев в том, что Советский Союз просто не готов к боевым действиям и не начнет войну. В итоге китайцы отказались идти на уступки и переговоры провалились. После провала переговоров советское командование перешло к подготовке военной операции. В августе 1929 года создается особая дальневосточная армия. Командование новой армии сразу же прибегает к дезинформации. Она передает по радио приказ частям подготовиться к движению на Хайлар. Китайцы, естественно, перехватывают это сообщение и принимают решение передислоцировать одну дивизию из Маньчжурии в Хайлар, тем самым ослабив свою военную группировку. 12 октября 1929 года советские войска перешли к активным действиям. Дальневосточная флотилия входит в реку Сунгари и мощным артиллерийским огнем подавляют береговые батареи китайцев, расположенные поблизости от города Лахасус. В это же время советская авиация наносит удар по китайской речной флотилии в дезинфицированной реке Сунгари. В результате налета были уничтожены 5 из 11 китайских кораблей. Остатки китайской речной флотилии спешно отступают по течению Сунгари к городу Фугдин. После отступления китайской флотилии на берег высаживается русский десант, который, не встретив практически никакого сопротивления, овладевает городом Лахасусу. Китайские войска, спешно отступившие из Лахасусу вслед за своей флотилией, движутся в сторону города Фугдин. Опасаясь, что китайцам удастся добиться троекратного численного перевеса над советской группировкой, командование принимает решение продолжить наступление, чтобы помешать соединению китайских военных сил. Параллельно с боевыми действиями советские войска введут разъяснительную работу среди местного населения. Убеждая их, что СССР не планирует захватывать китайскую территорию, а собирается лишь разгромить милитаристов и освободить незаконно арестованных советских граждан. Разъяснительные работы оказываются эффективными, в результате чего местное население не препятствует продвижению советских войск. 30 октября 8 кораблей советской флотилии с десантом на борту выдвигаются по течению Сунгари к городу Фугдин. На подходе к населенному пункту советские корабли уничтожают остатки китайской флотилии и высаживают на берег два полка, которые занимают Фугдин. 17 ноября в сильный мороз советская группировка переходит границу с Китаем. Ей удается незамеченным пройти более 30 километров и сходу захватить рудник Беляну, расположенный поблизости от города Маньчжурия. Затем советские войска перекрывают ведущие в город дороги, а также берут под контроль все господствующие высоты. В этот же день к городу подходит вторая группировка советских войск, что позволило замкнуть кольцо окружения. Затем шесть советских самолетов начинают бомбардировку военных объектов, расположенных в городе, а также крепость Любинсянь. Бомбардировка вызвала замешательство в рядах китайцев, что позволило советской стрелковой роте под прикрытием артиллерийского огня занять окопы противника на северной окраине города. Чтобы не допустить отступления китайцев, а также не позволить им получать подкрепления, советская кавалерия блокирует железную дорогу поблизости от города Джалайнора. Ночью китайские войска предпринимают попытку прорваться на юг. Их атака заставляет отступить советский кавалерийский дивизион. Но вовремя успевшее подкрепление, в виде стрелковой роты и команды разведчиков, отбрасывает китайцев назад в город. На следующий день китайцы предпринимают новую попытку прорыва из города, но она также оказалась неудачной. В это же время советские войска приступают к штурму города Джалайнор. При поддержке танков русским удается быстро сломить сопротивление китайцев и занять город. 19 ноября советским войскам удается всего за полтора часа занять все укрепления, расположенные на юге и юго-западе от города Джалайнор. Утром 20 ноября советское командование выдвигает ультиматум с требованием сдать город Маньчжурия. Оказавшись в полном окружении, китайцы были вынуждены принять ультиматум. По итогам боевых действий были разгромлены две китайские смешанные бригады. В руки советских войск попало большое количество трофеев, в том числе и два бронепоезда. В плен сдались 8 тысяч солдат, а также 250 офицеров, в том числе и командующий западным фронтом генерал Лян Чжуцзян. Военное поражение заставило китайцев спешно начать переговоры, по итогам которых был подписан Хабаровский протокол. Этот протокол обязывал китайцев отпустить всех арестованных советских граждан и вернуть контроль над КВЖД Советскому Союзу. После выполнения китайской стороной взятых на себя обязательств, советская группировка войск покинула территорию Китая. На этом война закончилась. Если вам понравилось это видео, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.